Всем привет-привет! Вы на канале Врай от Маусхин. Это видео экскрементальное. Все, что я хотел скатать, будет оскучено с ассосальной программой. В детстве мама говорила мне, «Гесенчик, ты должен научиться грамотно, красиво и ровно писать». Я срался, очень сильно срался, но все мои сранее не дали результатов и я до сейчас не умею писать ровно и без ошибок. Планировал заценить уровень лобовой брехни данного тапка, но решил этого не делать, так как запенивать тут нечего. Пука данного хламка порадует любителей хорошо сбалансированных пучек. Время сидения, разовые уклоны, идеальный разброс пука. Показывает себя достойно, игра доставляет исключительно гадости бан. Что-то подсказывает мне, что экскременты это не совсем мое. Не все мои попытки давали паразитивные результаты. Я буду питаться лучше, а там видно будет стоит или нет. Так, друзья мои, что-то короче говоря не так, я себе немножко это все представлял. Ну ладно, давайте лучше по старинке. Как обычно, всем привет-привет, вы на канале ВотГСН, сегодня выкатываем из ангара круп 38d, который есть сейчас в составе набора на продаже, причем я бы сказал в двух наборах одновременно. Дело в том, что разработчики не дали возможности приобрести себе данную машинку отдельно, от всех, и вы можете взять его либо в составе набора большого за 8000, там где три машины, и свое мнение по поводу данного набора я уже высказал в соответствующем видео, если вдруг его пропустили. Ссылочку добавлю здесь сверху в описании. Видео также, короче говоря, заходите, посмотрите, там же можете увидеть свеженький выход из ангара с TRVT, которого я считаю, ну я бы сказал, первым в этом наборе. Что касается второго набора, то набор поменьше за 3500, и здесь у нас круп идет в комплекте с Тигром 131. Опять-таки, в предыдущем видео свое мнение сказал, но здесь уже повторю его практически дословно. 3500 за две машины. Усредненно, безусловно, дешевле, чем покупать их отдельно, вроде бы как. Дело в том, что Тигром 131 выставляли на продажу в составе набора, ребят, а не просто голую машину, за 2000 золота, и там было чем поживиться. Круп 38Д появлялся на продаже тоже за 2000 голды, но только там еще были сертификаты, там еще был КАМО. Короче говоря, там было открытое оборудование, и еще, по-моему, что там, врать не буду, по-моему, что-то еще ложили. Так или иначе, получается, что покупая по 2000 отдельно данные машины, когда они появляются на продаже, вы покупаете их не в голом состоянии, и по большому счету переплачиваете всего лишь 250 голды. По-моему, покупать их отдельно в составе наборов, если сами машины вас интересуют, безусловно, гораздо выгодней. Что касается Крупа 38Д. Кратенько пробежимся, брони здесь нет абсолютно, угол склонения орудия вниз вроде бы минус 8, но практически неиграбельно. Что касается орудия, то слабый ДПМ, связано это со временем перезарядки в чуть более 7 секунд, и на пятом уровне это действительно крайне долгое время перезарядки при Альфе в 160. Было бы здесь хотя бы 180, 190, окей, хорошо, вопросов нет. Но все же, 160 маловато, ребят. Что касается времени сведения и разброса, то в целом в пределах нормы, ну, опять-таки, далеко от идеала. Если говорить о сбалансированности орудия, да, оно действительно неплохо сбалансировано. Да, каждый из показателей максимально подходит друг другу. Ну, то есть, время сведения, которое немножечко больше, чем у некоторых машин на уровне, оно в пределах времени перезарядки, которое, опять-таки, немножечко больше, чем у других на уровне. Короче говоря, если прям вот совсем придираться, то можно, конечно, говорить о том, что круп машина никудышнее. Если не придираться, можно сказать, что машина вполне себе нормальная. Но если говорить честно, то машина что-то среднее. Это обычный средний танк на пятом уровне, который абсолютно ничем не выдающийся, который будет постоянно вводить в вас заблуждение своими размерами, и вы будете ожидать от него какой-то бешеной динамики, мега подвижности и какой-то супер маневренности. Но по факту, круп этим всем не обладает. У него очень слабый ход назад, и откатиться вовремя так, чтобы не получить в дыню, у вас получаться не будет. У вас нет времени на то, чтобы долго думать, потому что вы крайне картонный, и, соответственно, все, что в вас будет прилетать, оно будет вас пробивать. Соответственно, находиться долго в засвете или находиться долго в прицелах ваших соперников вам противопоказано. Поскольку особой динамикой вы не обладаете, быстро бегать по всей квартире у вас тоже не будет получаться. Короче говоря, ребят, круп машина очень неоднозначная, и я бы сказал, очень сложная. Ну вот, как вы видите, с места круп абсолютно не срывается, еле едет. Едет, да и едет, уже хорошо, спасибо большое, что это не АТ-2, но все же, ребят, хотелось бы чего-то большего, особенно исходя из малых размеров данной машины. Что касается угла склонения орудия, сейчас попытаюсь вам его показать. Вроде бы минус 8, вот я сейчас на горку на эту подъезжаю. Вот так пока было нормально, да, и то, если ребята подвинутся немножко. Ну а если я поднимусь еще чутка выше, то все, дальше я горизонт не вижу абсолютно. При этом, друзья мои, пробивают меня абсолютно легко. Ну вот, пожалуйста, пришлось подняться практически на весь корпус на горку, для того, чтобы можно было в кого-то кинуть. При этом я отхватываю верхний бронелист, нижний бронелист, я отхватываю в башню. И вот что касается хода назад, ребят, он не катится практически. Ну, факт есть факт, я никогда ничего не скрываю, я никогда не расхваливаю то, что недостойно каких-либо похвал. Если есть что-то хорошее, я об этом говорю. Машинка очень сложная, машинка далеко не для каждого. И машинка, которая, ну, прям очень и очень, очень и очень нуждается в том, чтобы ее апнули. Все, ребят, поиграли, к нам приехали, ни в кого мы нормально попасть не смогли, дали две тычки и на этом, в принципе, до свидания. Ну вот, как-то приблизительно так. В следующем бою, который сейчас мы обязательно сделаем, я попытаюсь сделать чего-то большего. Здесь же я хотел просто показать все возможности, а точнее то, на что машина не способна. Досматриваем бой, запрыгиваем в следующую катку и будем заценивать машину дальше. И так, друзья мои, бой закончился поражением. Мы сделали два удачных выстрела. При этом, всем, ребят, что касается нашего фарма, то я бы не сказал, что все очень весело. С учетом того, что у меня есть прем-аккаунт 10 тысяч с половиной. Не было бы према, было бы 6700. Но я очень часто говорю по поводу того, что на крупе, если ты не ушел в минус, тебе уже очень сильно повезло. Ну а в минус на нем уйти действительно сложно, потому что в любом случае 2-3 выстрела за бой вы сделаете. Ну а значит, не с нулем уйдете, а уж тем более у вас серебряндию никто не заберет. Что касается нашей результативности, то здесь особо хвастаться нечем. Но опять-таки, как-никак машину заценить смогли в данной катке. Ну а в следующую, в которую попадем, я действительно постараюсь максимально реализовать данную машину, хотя это и очень сложно. Стоит также отметить, ребят, что у крупа 38D есть еще один существенный недостаток. Это скорость полета снаряда. Вы можете изменить это, переставив себе соответствующим образом ваше оборудование. Но в то же время потеряете в чем-то другом. Я для себя определился, что все-таки скорость полета снаряда, это не то, на чем я хотел бы концентрировать свое внимание. Я сконцентрировал свое внимание на времени сведения и на том, чтобы быстрее перезаряжалось орудие, которое и так скоростью перезарядки не блещет. Но это мое мнение. Я никогда не претендовал на то, чтобы все ставили оборудку, как я говорю, и никогда не говорил по поводу того, что есть правильно установленное оборудование, и по-другому это не так, как должно быть. Вы должны ставить оборудование так, как нравится вам. Мое дело просто предупредить о наличии тех негативных моментов, на которые я обращаю внимание. На средних расстояниях отыгрывать вполне нормально. Главное не попадать в засветы, главное не попадать в прицелы соперников, главное успевать стрелять тогда, когда требуется. Ну и, соответственно, берегите каждый свой выстрел, потому что он приводит к тому, что вы уходите на перезарядку, а она у вас далека от идеала. Куда сейчас полетела, одному богу известно. Ладно. Бывают такие косяки, причем на постой. Ну давай едь сюда, что ли, я не знаю. Нет. Решил убегать, товарищ. Не хватило. Не хватило нам немножко, и сейчас опять, походу, не хватит. Остановите его кто-нибудь, гусляните. Ну что, поехали в город, но опять-таки, я попытаюсь держаться максимально далеко от соперников, просто потому что, если я буду подъезжать ближе... Блин. Я-то думал, что я в Шкоду стреляю. Если я буду подъезжать ближе, то, соответственно, будет огромное количество желающих меня немножечко подразобрать. Какой-то доли секунды не хватило на то, чтобы сделать выстрел. А здесь самуэртэ вообще непруха пошла. Но. Противник уничтожен. Так. Ну что, поехали. Попытаемся помочь поковырять наших довольно-таки неплохо бронированных соперников. Ну, в любом случае, какой-никакой результат мы, в принципе, дали. Хотя, сказать, что это действительно результат, я не могу. Тот же самый стейр, допустим, из этого же набора, на своем уровне дает гораздо больше результатов. Данная машина даже на своем левеле не является какой-то суперрезультативной. Я не знаю, может, если прям совсем спокойно играть и сводиться до полного, и стоять постоянно на месте, и где-то далеко, и рассчитывать до доли секунды упреждения выстрела для того, чтобы снаряд успел долететь туда, куда нужно, тогда на крупе можно давать и больших результатов. Но круп, он играется так практически постоянно. Каких-то мега-результатов у вас не будет. Может быть, на 2-3 боя из 10 у вас будет в виде результата чуть более 2000 урона, и то, если ваши союзники позволят вам это сделать. Что касается фарма, то, как вы видите, с прем-аккаунтом 27 тысяч, ну а что касается нашей результативности по бою, то среднячком. Я не могу сказать, что круп это мечта танкиста, и я не могу говорить о том, что его стоит себе приобрести. Я могу лишь сказать, что это просто машина, которая существует в игре и достойна того, чтобы на нее сняли соответствующий обзор. Что такое 3,5 тысячи золота? 3,5 тысячи золота это набор, который вам сейчас предлагают из двух машин, или это один пудель со сдачей в 1000 голды, причем здесь вы получаете 14 дней према, и получаете дополнительно еще бустеров, еще и какой-никакой, а все-таки сертификатик. Ребят, я не знаю, стоит или не стоит покупать его лично вам, но сами подумайте по поводу того, что вы можете купить порой за 3,5 тысячи голды, даже из того, чего сейчас нет в магазинах. Допустим, какую-нибудь ПТ-шку на седьмом уровне, я думаю, вы позволить себе сможете. Вы можете позволить себе иногда даже довольно неплохую ТТ-шку на том же самом седьмом уровне. Стоит ли покупать данный набор из пятерки и шестерки? Вопрос оставляется открытым, а вы свое мнение на эту тему пишите обязательно в комментариях. Вот так вот, друзья мои, выглядит Круп 38Д руками среднего танкиста. Я побежал снимать для вас свежее видео по поводу Тигра 131-го. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно возвращайтесь на видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить их выход. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok